давайте теперь попробуем построить некоторые поверхности переднего бампера немножко чемся от боковинки тем более что я не достроил сам по аналогии который уже показал а эту проблему решил просто передвинуть этот филипп на пару миллиметров ничего не изменилось вот это но мы развязали вот это место и теперь оно выглядит отлично вот так так значит чтобы построить поверхность переднего бампера можно воспользоваться такой же абсолютной техникой как и при постройке лобовых стекол крыши и сзади поверхности для этого лучше для наших ученых сомнений и опираясь на давайте построим сначала вот эту кривую которая будет касаться нашей арки а потом отталкиваясь от нее загнем немного поверхность вовнутрь это будет наш бампер так и включим симметрия для поверхности привяжемся вот здесь так так модификатор симметрии и выключим спаны и только вот мы немножко не туда привязались нам надо вот сюда вот так как видим кривая третилась третьей степени довольно точно описывает и кривая третий степень и 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 на. проекции сбоку видно и понятно что это кривая должна лежать плоскости но после наших манипуляций она естественно в плоскости больше не лежит вот поэтому для того чтобы она оставалась в плоскости мы вручную построим эту плоскость вот так вот теперь сколько бы мы не трогали эти CV-шки мы всегда можем эту плоскость использовать для проецирования на нее нашей кривой для точного результата вот так же сделаем и сейчас Project Curl Match Original на эту поверхность вот эту кривую мы видим отклонения небольшие есть и эту кривую скроем в спой вспомогательную поверхность можно тоже в темп кинуть удалим историю удалим историю так дальше построим поверхность вот эту основную бамперу для этого вот эту кривую вверх вверх применим поверхность и магнификатор синдерри добавим степень немножко надо выбить и здесь необходимо так вот так вот собернуть кривую кривую включился симметрии для вот этой поверхности как и отменить никак не отменить какой подлой симметрии вытянем из прошлой версии файла удалим ctrl-c ctrl-v stage editor удалим так хорошо немножко подтянем поверхность для удобства наш потратить в рот в принципе пока этого достаточно если что будем усложнять геометрию и приближаться к мешу хотя сейчас результат меня в принципе тоже устраивает давайте для удобства и лучшей картинке построим кривые для трима радиаторной решетки чтобы видеть картин кликом нормально на можно использовать кривые которые уже созданы дальше Вот здесь. Так, и... отрежем лишнее чтобы сделать трим надо отразить кривые которые находятся только с одной стороны подрезать лишнее симметрий снова и трим по иксу вот эту поверхность вот этими кривыми это дискард это вы вырезали радиатор теперь нам нужно вырезать вот эту линию вот это так отразим отразим и точно так же дискард смотрим что получилось отлично отлично видим что мы здесь от капота далековато но это будет исправляться потом меня результат устраивает так и последний момент чтобы не моделялся вот этот кусок после выключения симметрий удалим историю и трим вот этой плоскостью intersect вот так кривые кроме вот этой скинем слой а этой кривой мы построим вот эту поверхность которая направлена вот туда построим ее очень просто вот так натурал удалим кривую удалим спаны и продлим немножко вверх так включим симметрии немного подтянем вот так кажется похоже на то что на то что есть сейчас так отлично это мы оставим и давайте построим вот этот выштамповку которая как бы продолжение на боковине если вам понравился этот видео урок подписывайтесь на канал присоединяйтесь группе фейсбуке и делитесь этим видео